Котик Арчик. Им с волонтером предстоит сделать еще один круг вместе. В домашнем мини-приюте 9 жизней очередной СОС. Только в понедельник были с котиком из поста предыдущего. Это чернобеленький котик с рынка, если вы помните. Были они на приеме в ветклинике. Оказалось, что на тот момент все позади. Но нет. Повторно пошла инфекция в прокусанных собаками местах на лапках. Мальчика, кстати, зовут Арчик. Так его прозвали на рынке, где он ранее обитал. Арчи на днях отказался от еды совсем. И вот волонтер Влада в срочном порядке снова на пороге ветклиники. Все, начинаем заново. Кот в критическом состоянии. Температура 36,7. Пока фиксировали Арчи на операционном столе, по-другому кот не дался. Вы знаете, он у нас такой боец еще тут. Из ран прорвало застойным гноем. Это был, конечно, кошмар. На сегодняшний день заново поставлен заднюю лапу дренаж. Арчи прокапали, так как организм сильно обезвожен у кота. Взяты анализы крови. Далее по ответам мы уже будем отталкиваться, как еще можно помочь бездомному рыночному котику. Завтра снова в бой на капельницу и обработку. Расходы за этот день в реклинике 1440 рублей. Также пришли заказные капли для обработки приюзких хвостов. Сумма включена в общий чек. Услуга такси 137 рублей. Друзья, и просто неравнодушны, на содержании Влады 55 хвостов. Нам нужна ваша поддержка. У девушки голова идет кругом, где искать средства на общие нужды животных. Надеемся, что откликнутся желающие помочь котику Арчику в покрытии текущих долгов. Включение котика еще на этот момент не закончено. Терпи, терпи, зайчик.